30-е, 09-е, 2024-й год. Высалия Амсовская на большем канале. Сделал видео там, посмотрите. Ситуация такая, как говорится, натянутая. Как бы пружины все тянутся. Да пружины, да, это уже даже не резина. Это такие стальные пружины, которые уже растянуты до предела. И уже все-все вибрирует в полной программе. Ну, все начнем. Давайте опять с ночного, очень тяжелого нападения ночью на городах Украины, особенно Киев. Заходили там с разных направлений, там чуть ли пять направлений откуда. Меняли направление десятки этих беспилотников, этих иранских, которые теперь в Российской Федерации десятками тысяч вырабатываются. А может и сотнями уже. И что важно. Важно что? Что заявили, что сбили все. Вполне возможно, что все сбили. Там какие-то обломки где-то упали. Ну, как бы информации более детальной нет. Все же скрывается. Ну, если бы было что-то очень серьезное, то скрыть бы, наверное, не удалось. Вот. И делаем выводы. Итак, ночью пять часов фактически шла эта катастрофа. Это же катастрофа, правильно? Там плюс какое-то время после нее. То есть, практически весь Киев, население, граждане, которые живут в Украине, в Киеве, они спать не могли. Отдыхать они не могли. Естественно, они пойдут куда спать? Ну, те, кто работают, пойдут на работу. Они там смогут работать? Нет, они не смогут работать. Они находились под тяжелейшим стрессом. Многие из них вынуждены были, естественно, прятаться. Никто же уже и не говорит, где прячутся, как прячутся. Вот. Ну, уже известно, что на красной ветке метро там мужчина какой-то вот упал на пути. Да? И там остановилось движение на красной ветке. То есть, вот эти все вещи, они показывают полную дезорганизацию, полную энтропию жизнедеятельности столицы Украины. Может ли это происходить каждый день или через день? Да, конечно, может. Потому что этот психопат, этот кремлевский Путин, он дал команду, чтобы там миллион или больше там сколько производить этих дронов, беспилотников. То есть, принято решение, чтобы столица Украины находилась под постоянным ударом ночным. То есть, население долго ж не выдержит. То есть, если через день будут такие вещи происходить, ну вот в октябре, да? То есть, могут они по Киеву запускать 100 дронов? Конечно, могут. А что, они уже практически к этому. Китайцы им поставили все станки эти специальные с программным оборудованием, со своими программистами, со своими наладчиками, запчастинами. Все полностью заводы уже созданы для того, чтобы это делать. Еще и китайцы им поставляют свои опытные изделия, чтобы они их могли испытывать в условиях Украины. По полной программе идет военно-промышленное сотрудничество, партнерство, не сотрудничество, партнерство, с коммунистическо-бандитского отрядного Китая, с Московией, которая ведет вот эту террористическо-геноцидную войну против народа Украины. Вот это уже константа. То есть, первая константа – это нападение на Киев, постоянные удары. Плюс там же пишут, что это они могут, ну там разные оценки, там 130, 120, 150 ракет, там даже до 170 называют. Ну, реально, я так полагаю, пока где-то они разных видов ракет. Ну, например, могут там 120 делать в месяц. Но будут больше, потому что очень большая помощь Китая, огромная помощь Китая. То есть, фактически Китай превращается как бы в главный такой хаб, который сегодня переоснащает Российскую Федерацию, ее военно-промышленный комплекс. Это тяжелейшее событие идет, тяжелейшее, просто тяжелейшее. Для Украины, будем прямо говорить, оно гибельно, потому что, ну, одно дело, когда противостоит тебе, ну, монстр, но он все-таки с дубинкой, другое дело, если этому монстру его все время перевооружают, его учат и дают ему все более-более современные виды оружия. В отличие от истекающей кровью и изнемогающей, и разрушенной Украины. То есть, это объективная реальность, ее надо четко понимать на сегодняшний день. Поэтому, фактически, мы уже имеем дело с объединенными двумя военно-промышленными комплексами. Это Российская Федерация и Китая. Это не говоря о всех других членах России этого мирового зла. То есть, Запад, фактически, США особенно, конечно, это просто полный, при Байдене это полная катастрофа, полное разложение. То есть, совершенно, что он, конечно, что Камала, они, ну, понятно, ну, 82-й год человеку, ну, он вообще в этом как бы не понимает. Он говорит, Украина победит. Как Украина может победить? Как? Это как Хрущев говорил, что коммунист построен. То есть, понятно, что человек говорит, Камала что-то говорит, он что-то говорит, да? Трамп же дал характеристику Байдена и Камалы. Там кто-то там начали его критиковать, типа, и все. Ну, это же соответствует действительности. Это же так и есть то, что он сказал недавно про нее. То есть, это объективная реальность. И это все подчеркивают. И вы посмотрите ролики, там, где ее дают выступления. Это просто, ну, я не буду комментировать даже, но это просто вообще, это полный Алис. Это вообще полный интеллектуальный Алис. Ну, американцам виднее. Это, конечно. Ну, нет предела. Нет предела падению, вообще нет предела. Это современная деградация этой мировой цивилизации. Всего распада идет везде. Так вот, смотрите. Итак, с чем столкнулся киевляне, столица? Удары будут идти порядка, вот, ну, минимум 100 дронов. Они будут, они уже готовы к этому. То есть, они уже к этому подошли. Белоусов уже эту модель просчитали. Его системы эти, эти все его программисты. Это вся модель через эту систему случайностей и прочего. Вот, этот, что, как он там, искусственный интеллект машины это. И они где-то вычислили, ну, пока им достаточно будет 100 дронов. Плюс ракеты. Ракеты у них есть. То есть, они будут сначала, вот они сейчас запустили эти дроны. Да, они посмотрели, как отбивалась киевская система ПВО. Им надо было это посмотреть, потому что она была укреплена. Да, они посмотрели. То есть, сейчас они запустят ракеты на Киев. То есть, будет комбинировано. Например, там 100 дронов, там, ну, и, например, там 10-15 ракет. Могут это сделать? Да, конечно, могут. А чего не могут? То есть, например, они где-то там начнут в 9 вечера, да, и до утра. Сейчас ночи уже длиннее стали. Поэтому можно спокойно до 7 утра бить. Представляете, с 9 вечера бить до 7 утра. Они будут изменять маршрут и все это. 10 часов народу вообще будет никакой. И вот, если это делать через день. Ну, пусть, пока они не могут через день. Пусть они будут это делать, ну, каждый третий день. То есть, им надо таких 10 атак сделать в месяц. Скажите народу, вы выдержите эти удары? Если это из 30 дней у вас 10 ночей не будет. Вообще не будет. Просто не будет. Вот там сколько сейчас в Киеве? Там 4-5 миллионов сколько там живет. Уже давно цифры что-то никто не дает. Вот. Ну, предположим, 4 миллиона, да. Вот 4 миллиона столицы государства, которое еще более-менее живое. Потому что остальные города там уже как бы уже они на уровень каменного века опускаются, да. А Киев еще более-менее. И вот представьте себе. Каждую третью ночь будут бить Киев вот в этом диапазоне. А с 9 вечера до 7 утра. Ну, и как? Могут бить и до 9. Там, например, с 9 вечера до 9 утра. 12 часов. Чтобы полная шиза была. Выдержите? Каждую третью ночь. 10 ночей. Сможете выдержать? Я думаю, нет. Психически, физиологически начнется массовый психоз какой-то. То есть, планка упадет у всех. Кукушка, как говорится, выскочит такая. После этого начнется какое-нибудь умопомрачение. Ну, даже не хочу называть. Это и так понятно. Знающие, умные люди, они поймут, какие будут последствия. Ясно, что практически город полностью остановится. Ясно, что и менеджмент государственный тоже не выдержит. Он сойдет тоже, как говорится. Ну, это невозможно выдержать. Это просто невозможно выдержать. Потом они, например, изменят ситуацию. Они начнут бить днем. Например, день бьют ночью, день днем бьют. То есть, когда с 9 утра, они будут бить до 9 вечера. Чтобы люди просто находились все в метро. Там метро НМИ будет работать. Все остановится. Заводы, фабрики, предприятия, учреждения, торговые центры. Все остановится. Кайф, правда, будет? Они уже готовы к этому? Да, конечно, готовы. Абсолютно готовы, потому что Китай полностью их снабжает. Они уже все могут с помощью Китая производить. Это уже не секрет. Это я вам объяснял еще где-то месяца 8 назад, что так будет. На сегодняшний день уже созданы производства, где работают, я уверен, в азиатской, скорее всего, части. Кто там знает эти заводы, где горы стоят, где Урал и так далее. Кто-то там закрытых городов, вот так там навалов. Поэтому созданы совместные коллективы, китайско-российские, которые завезли туда это оборудование. Они шпарят, что там эти ракеты делать, что большой ум надо или что там. Все есть. Все есть, чтобы это... Все у Китая есть, вся электроника, все эти чипы, все у Китая есть. Есть станки? Нет вопросов. Они все это дают на сегодняшний день Российской Федерации. Это принципиальный вопрос. Почему принципиальный? Потому что для Китая Украина сегодня это их стратегический враг. Потому что их стратегический враг золотой миллиард. Власть которого надо уничтожить. Как ее уничтожить? Через уничтожение Украины. Поэтому Российская Федерация, Путин, их абсолютный союзник в этом деле. Абсолютный союзник. Как новая Орда. Орда ж тоже так шла. Там шли в каждой сотне. Был один китайский советник, который руководил по сути сотней. И вышли. Поэтому они ж такие были успешные. Это ж не так просто все, как рассказывали там разные коммунистические историки, археологи. Поэтому ситуация для Украины абсолютно гибельная в этом плане. Абсолютно гибельная. Вы это увидите в ближайшие дни. Так что готовьтесь. То есть сегодняшний вот этот удар по Киеву он это уже показал. Будут ли они останавливаться? Нет, не будут. Сегодня, как известно, опубликован указ этого, блин, кремлевского этого окурка, что они объявляют опять то самое, как ее называется, военный набор. Причем там нету пункта в его указе про демобилизацию. Там этого пункта нет. Там просто идет пункт набрать. 133 тысячи. Причем набирать будут, вдумайтесь, 4 месяца. Представляете, весь октябрь, с 1 октября. Октябрь, ноябрь и декабрь. До нового года. На октябрь. А, 3 месяца. Квартал. Прошу прощения. Квартал. Они будут набирать, представляете, до 31 декабря, блин, чтобы даже народ Новый год не встретил. 133 тысячи они пустят на пушечное мясо. А что Путину жалеть их? Это его тоже рабы. Тут Зеленского рабы. Там у Лукашенко, там у Ким Чен Ина. Там у нас Ролы покойного были. Там у Ятолы ранен. А это путинские рабы. 133. На год, правда? Они их берут, рабство устанавливают на галерах, ошейник одевают. И, соответственно, прикомандируют сразу к воинским частям, полигонам. То есть, там все будет идти обработка, чтобы потом их пускать уже на поле боя. 133 тысячи. И там еще такой важный момент. Они их набирают. Возраст наборов, думайте, с 18 до 30 лет включительно. Представляете? И, типа, обещают, но уже Путин даже про это не шлепает, что их бросят, как вот сейчас те, которые полгода служили, их сейчас бросили туда, в Курскую область, на убой. А этих надо же заменить, потому что некому. Вот их сейчас туда прямо к этим частям прикомандируют. Там через полгода этих на убой бросят. Понимаете? То есть, переработают еще 133 тысячи молодежи. С 18 лет до 30 лет. Ну, это их, конечно, дело. Почему они это терпят, граждане Российской Федерации? Это их дело. Вот такой бы вам материалчик сделал. Вывод делаем, какой? У тех, кто там в Киеве живет. Но это будут и другие жудары по другим городам. Обязательно у них сейчас, я так полагаю, Ивано-Франковск, это у них как цель. Они применят, я полагаю, так, Львову и Ивано-Франковску. Они сейчас применят как раз вот эту тактику, которая применяется Киеву. Ну, там не так часто, конечно, бить будут. Ну, например, там раз в 4-5 дней. Могут раз в неделю начать их бить. Да, там что там, Львов бить, центр города, каждые там дней 5, например. И Ивано-Франковск каждые 5 дней бить. Вот. Удивляюсь, почему не трогают руссковец. Просто или там российский капитал присутствует в большом объеме, или есть других причин, просто не понимаю. Скорее всего, там куплено, видимо, много комплексов российским капиталом в Трусковце. Поэтому, ну, не будешь же по своим бить этим санаторием. Ну, увидим. А вот здесь, я думаю, вот это комплексное будет обязательно. И готовьтесь к этому. Поэтому не расслабляйтесь. Ситуация очень плохая. Очень плохая. Ну, тем более, у Украины же ничего нет. Плюс они же... Почему еще им так надо интенсивно действовать? Они хотят как можно быстрее, чтобы были израсходованы западные средства, снаряды, которые сейчас Украине много передали. Чтобы Украина опять была... Ощущала огромный дефицит этих всех систем вооружений для защиты своих городов. Ну, давайте смотреть, прав я или нет. В ближайшие дни увидим. Василий Мысовский на большем канале. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok